В этом видео мы покажем разницу между аппаратами сахарной ваты УСВ-1М и УСВ-4. Ранее они часто ассоциировались с названиями Том и Джерри и Кеша и Вова, имея соответствующие наклейки на корпусе. Поскольку в этих аппаратах корпусы идентичны, производитель в последнее время периодически выпускает аппараты с разными наклейками. Можно встретить модели УСВ-4 в корпусе Том и Джерри, а аппараты УСВ-1М в корпусе снятого с производства в 2017 году аппарата Пони. Поэтому для ясности предлагаем остановиться на заводских названиях аппаратов УСВ-1М и УСВ-4. Аппарат УСВ-1М выдает вату мощным потоком вверх. В свою очередь в модели УСВ-4 выдача ваты происходит в стороны. Такая специфика работы устройств определяет их возможность. Тонкая сахарная нить в УСВ-1М стремительно поднимается вверх благодаря лопастям, создающим мощный поток воздуха. Нить можно палочкой тянуть далеко от аппарата, устраивая целые шоу. Аппараты такого типа с выдачей ваты вверх используют для создания разнообразных фигур и цветок. Но следует понимать, фигурки не делаются сами по себе. Для этого понадобятся специальные навыки, опыт и сноровка оператора. В отличие от УСВ-1М, в аппарате УСВ-4 выдача ваты происходит широким фронтом. Маленькие крылышки, расположенные на нижней части головки, слегка приподнимают вату, благодаря чему ее можно мотать сверху, но недостаточно высоко, чтобы была возможность формировать фигурки из ваты. Аппараты отличаются и улавливающими емкостями. Так, в УСВ-4 большая емкость диаметром 57 см действительно является уловителем, предотвращающим налипание сахара вокруг рабочего места. А в УСВ-1М ее диаметр гораздо меньше – 30 см. И она выполняет функцию так называемого защитного кожуха. Кожух не имеет дна и защищает руки оператора от больших стальных лопастей, расположенных на головке аппарата. Вместе с этим аппараты имеют и недостатки. В УСВ-1М долгий нагрев при запуске – до 10 минут. ТЭН здесь расположен под головой и греет ее бесконтактно. Это создает неудобство, когда нет постоянного потока клиентов и аппарат нужно надолго выключать, а для нового старта снова потребуется время. Даже после отключения голова продолжает выделять тепло по инерции, нагревая все узлы возле ТЭНа. При этом важный плюс конструкции головки аппарата УСВ-1М – это возможность менять цвет ваты даже в пределах одной порции и делать разноцветные фигурки, используя сахар с разными красителями. Аппарат УСВ-4 в свою очередь выходит на рабочий режим в среднем за полторы минуты, благодаря открытому ТЭНу, который находится внутри головы. Он напрямую контактирует с сахаром и сразу плавит его. Такая конструкция головки предполагает заполнение ее сахаром не менее чем на 30%. Чем больше в головке сахара, тем стабильнее и экономнее аппарат выдает нить. Изменить цвет ваты в аппарате УСВ-4 в пределах одной порции не получится. Более того, при изменении цвета сахара последующие несколько порций будут иметь предыдущий оттенок. Обращаем ваше внимание, что новый аппарат требует некоторое время для притирки, и первые 10 порций могут вылетать очень хаотично и неравномерно. Среди недостатков УСВ-1М можно выделить еще и зависимость производительности аппарата от напряжения в сети. Когда напряжение падает ниже 200 вольт, требуется больше времени на преобразование сахара в нить. Решит проблему установка стабилизатора мощностью 1,5 кВт и более. Выключение аппаратов требует четкого соблюдения инструкции. В обеих моделях сначала необходимо отключить нагрев и обязательно оставить включенным вращение головки для охлаждения до безопасной температуры. Для УСВ-1М это минимум 10 минут, для УСВ-4 5 минут. Если нарушить это правило, то оставшийся в головке сахар будет по-прежнему плавиться, а после карамелизируется и засохнет прямо в ней. Отметим также и такой важный аспект, как обслуживание. Подшипниковый узел аппарата УСВ-1 требует обязательной смазки как минимум раз в 2 месяца, а при интенсивной эксплуатации раз в 2 недели. Для этого рекомендуем использовать жаростойкую смазку «Цеотим-221». Шприцем через отверстие, предварительно открутив пол, необходимо ввести в узел около 5 мл «Цеотима». У УСВ-4 голова и подшипниковые узлы аппарата не перегреваются и, следовательно, намного меньше подвержены поломкам. Если сахар все же засохнет в головке, ее необходимо разобрать и очистить, предварительно отключив аппарат от сети 220 В. Ссылку на видеоинструкцию по чистке головки аппарата вы найдете в описании к данному ролику. Каждый из аппаратов тестировался нами в условиях реальной работы на протяжении нескольких лет. Только у нас, приобретая оборудование для сахарной ваты, вы получите дополнительные инструкции, разработанные нашими специалистами. Мы делимся своим опытом, указывая на самые важные моменты по работе и обслуживанию аппаратов, чтобы избежать их поломок. Исходя из объективных параметров данных устройств с учетом всех нюансов, каждый может выбрать аппарат в соответствии со своими задачами. Начинающим пользователям мы рекомендуем начинать свой бизнес по продаже сахарной ваты с аппарата УСВ-4, как более надежного и простого в эксплуатации и обслуживании среди рассмотренных моделей. В интернет-магазине компании FoodService представлены различные аппараты для производства сахарной ваты, передвижные тележки, палочки и красители. А квалифицированные менеджеры всегда помогут подобрать оптимальный комплект оборудования для успешного старта. В описании под видео вы найдете ссылки на подробные технические характеристики и описание товаров. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик.